О проблемах и трудностях, которые переживает главный перевозчик республики, авиакомпании Якутия, знают многие. В условиях падения курса рубля резко возросли валютные расходы, затраты по лизингу, техобслуживанию, таможенным платежам. Только в прошлом году помощь из бюджета региона составила свыше 3,5 миллиардов рублей. В самой авиакомпании Якутия провели оптимизацию, сэкономили 400 миллионов рублей, но и этих мер оказалось недостаточно. Тем не менее, авиакомпания ставит перед собой задачу сохранить налет часов воздушных судов, поддерживать процент коммерческой загрузки и обеспечить занятость пассажирских кресел. Наш корреспондент Розалия Борисова о состоянии дел в авиакомпании Якутия на сегодня, как смотрят в предприятии на настоящее и будущее. Темные тучи сгустились над авиакомпанией еще в 2014-м. Два года Якутия работала в условиях плохой видимости, нащупать правильный путь было весьма сложно. Уход с рынка одной из самых крупных и сильнейших авиакомпаний в стране Трансайра потрясла всех отечественных авиаперевозчиков. Падение курса рубля привело к возрастанию валютных расходов. В 2015 году только из-за колебаний курса рубля расходы по лизингу в компании Якутия выросли на полтора миллиарда рублей. Мы снизили и сократили количество арендованных и самолетов, которые находятся у нас в лизинге. Да, 2014-2015 год, год такого сокращения парка. К этому можно по-разному относиться. Некоторые говорят, что это очень плохо, это падение компании. С другой стороны, мне кажется, что это такое оздоровление компании. То есть мы говорим, если, допустим, в 2014 году мы платили где-то 72 миллиона долларов по нашим расходам, то в 2015 году эта сумма сократилась и снизилась до, ну, ориентировочно до 50 миллионов долларов. За эти годы в три раза сократили численность представителей с других городах. Не избежала компания сокращения штатных единиц. Вместе с тем, авиакомпания начала перераспределять ресурсы и стягивать их в Якутск. Из Москвы в столицу переведен колл-центр, идет набор летного состава, увеличена численность центра управления полетами. С помощью правительства, с помощью главы республики, нам удалось закрыть одну сделку, которая была очень давней. Это лизинг самолетов Ан-140. Они у нас практически выходили из эксплуатации, начиная с 2010 года, но вместе с тем, к сожалению, нам не удавалось решить вопрос о расторжении договоров лизинга. Они были тоже валютные. Поэтому 2015 год у нас знаменялся тем, что мы прекратили договор, заключили мировые соглашения с нашими лизинг-гадателями. Вместе с тем, авиакомпании удалось сохранить единственную авиационную техническую базу за Уралом. Компания сегодня может сама ремонтировать самолеты и проводить все чеки. Краткосрочная программа – это ежедневное выполнение технического обслуживания. Среднесрочная программа планируется на год. Длинно срочное обслуживание, долгосрочное, вернее, планирование предусматривает уже серьезные доработки на самолете. Это замена вот как раз серьезных запасных частей, выполнение директив летной годности, обязательных к выполнению. Ну и тоже сечеки, потому что сечек выполняется, скажем, раз в три года. Это периодическое техническое обслуживание. По-нашему это такой довольно сложный ремонт, что ли, самолета. Обновляется сегодня авиационный парк. Компания отходит от многотипности самолета Ан-140 и Boeing 757-200 заменили новыми Boeing 737-NJ, Bombardier Q300, Q400. Если в 2007 году компания получала лайнеры 90-91 годов выпуска, сейчас в парке Боинге 2012-13 годов есть среди лайнеров и совершенно новые. По самолетам Соперджет здесь тоже следует отметить отдельно, наверное, два года очень тяжелых переговоров, которые ввели мы, как авиакомпания, также вместе с собственником. Наконец-то мы выходим уже на финишную прямую в этих переговорах. И буквально вот до конца этого месяца планируем перевести два действующих самолета в фиксированную рублевую ставку. И также нам было предложено пополнить наш парк дополнительными единицами. Также по рублевой ставке это еще два дополнительных воздушных судна, которые мы рассматриваем к приобретению этим летом. Якутия сегодня производит перевозку пассажиров по всем направлениям в республике. В летнее время открываются маршруты в курортные города страны. Охватывает компании страны Европы, ближнего зарубежья и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Авиакомпания Якутия приступила к выполнению полетов в рамках летнего расписания, которое будет действовать до конца октября. В указанный период мы будем выполнять более 80 маршрутов Дальнего Востока. Авиакомпания Якутия выполняет в 9 пунктов назначения, находящихся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помогает разогнать темные тучи программа предоставления госгарантии. Компания подготовила бизнес-план до 2022 года и направила для рассмотрения в Минтранс. Также в этом 2016 году компания ставит перед собой задачу реструктурировать финансовую задолженность. Есть очень много вопросов по поводу перспектив. Каким образом будет дальше развиваться авиация, как это все будет. Но надо сказать, что авиационное сообщество очень четко понимает, что да, наверное, в перспективе лет через 8-10 будет 2-3, как говорится, сетевых компаний, крупных российских, будет, наверное, несколько лоукостеров, которые будут летать, я так подозреваю, скорее всего, на коротких расстояниях, потому что именно это составляет экономику лоукостеров. И будут существовать региональные авиакомпании. Мы считаем, что это как раз наша ниша. Мы нацелены на то, что авиакомпания, в том виде, в котором мы ее представляем, она будет оказывать услуги нашим жителям республики и обеспечивать транспортную доступность как внутри республики, так и за пределы республики, соединяя, ну, буквально, жители Андрюшкина с Сеулом, соединяя с Петербургом, Анапой, Симферополем, Сочи, ну и так далее. И именно в этом наша миссия – сделать доступнее эти перевозки. Каждый год компания увеличивает объемы дохода. Если в 2014 году он составлял 400 миллионов рублей, то в 2015 Якутия добилась результатов 600 миллионов. В этом году авиакомпания планирует удержать результаты прошлого года и закрыть год с показателем 590 миллионов рублей. Розаля Борисова, Иван Семенов, Якутия. День за днем. Продолжение следует...